всем привет сегодня хотел бы показать обзор обзор и сравнение между несколькими tv-боксами хотел дождаться еще два два две модели в пути но не дождался и не знаю когда они придут ты может скоро может не скоро решил пока что есть пока не продал эти чтобы сравнить их жду еще один z68 это такая более из бюджетных но дорогая модель с бюджетных и mx mx q pro 4k тоже так более-менее ну ладно уже когда придут и даже буду может с ними сравнивать пока что у нас есть одна из самых дешевых бюджетных моделей в 88 4k есть 95 м но это модель есть кстати эта модель идет только один гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной памяти эта модель идет 3 разных варианта 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт встроенной памяти, или же 2 гигабайта оперативной памяти, 8 гигабайт встроенной памяти, это как раз она и еще есть 3 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти тут точно так же самое есть 1 и 8 2 и 8 2 и 16 но это у нас 2,8 2 гб. оператива так, в чем еще между ними разница, ну как видите внешняя разница вообще отличается но это более менее похоже с этим но это красивее намного и чуть-чуть как бы меньше хотя примерно, можно сказать одинаково примерно, но красивее обводка, это какая-то типа чершавая слегка поверхность это приятная на ощупь тоже блестящая, переливающая разными цветами, если так посмотреть наклейка или не наклейка это наверное лазером как-то выбито это просто краска или что, штамп ну тоже слегка шершавая здесь глянец среди них вот это вообще отличается она самая компактная, маленькая вообще такая непривычная в руках но она по весу наверное даже тяжелее чем этот а это вообще легкий этот слегка самый легкий, чуть тяжелее этот вообще тяжелее получается как ли странно вообще комплектация у них стандартная, одинаковая единственное что отличается между комплектацией это пульты пульты у этой и у этой одинаковые они идут вот такого типа одинакового, ну стандартного эти кнопки ну есть слегка отличаются похожие пульты но это самое обычное а у этой модели она идет пульт вообще другой он более мне больше нравится он вообще такой здесь программируется кнопки на можно запрограммировать например запрограммировать пульт от телевизора чтобы он выполнял тоже функции какие-то там захочешь ну там например звук в лево-право окей еще какие-то есть функции можно переключать то есть вот эти вот эти кнопки можно программировать на пульт для другого пульта это вообще классная функция вообще супер можно одним пультом пользоваться и не париться не искать другой так пока положу назад что мы еще могу сказать о разнице сейчас пройдусь кратко по описанию среди них характеристик чем они отличаются чем они ну в принципе они в основном в основном одинаковые ну как бы по характеристикам вот это что я назвал это отличается памятью плюс еще например например это называется это Netbox A95X это это у нас фирма идет Sunwell от Sunwell T95M ну и это вообще еще он какой-то V88 4K но этот самый тупой получается среди них но эти намного быстрее потому что здесь 2GB оператива они вообще шустренько более-менее работают ну как более-менее нормально работают вообще без всяких нареканий не сказал бы что там что-то есть плохого этот слегка притормаживает иногда это здесь нужно подчищать то что ты например на открывал на открывал там кучу всяких окон лучше закрывать потому что начнет притормаживать если много на открывать вот так вот получается дальше например характеристики стандартные оно здесь идет у всех у них идет не не у всех у этих двух процессор идет M-Logic S905 нет у этого M-Logic S905 у этого M-Logic S905X то есть здесь более как-то новее модели или что X но это они там уже маркируются ну это хороший процессор вообще действительно неплохой лучше чем S805 у меня были еще простой на самый дешевый MXQ самый обычный там S805 был он мне не понравился там еще брат был какой-то вот дальше здесь здесь а здесь процессор идет процессор RK как-то он правильно называет это полностью ROGC 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 32 29 ну процессор довольно неплохой в принципе вообще хватает так вот чтобы сказать неплохой он нормально справляется с обязанностями единственное что просто оперативки было бы побольше было бы лучше гораздо он бы больше справлялся но здесь просто в этом процессоре например на все они идут четырех четырех ядерные в этом идет на каждое ядро полтора гигагерца а у этих по два гигагерца то есть эти чуть мощнее они более шустрее работают процессоры и лучше дальше дальше что здесь еще ну в этом например идет вроде максимум то есть можно расширить память USB например или флешкой USB можно любой например память не проверять здесь можно винчестеры даже поставить например какой-то терабайтов и без проблем будет работать но наверное есть тоже разница между терабайтов и честерами потому что не знаю фирмы или чем бывают какие-то вроде бы не идут это нужно уточнять и пробовать но меньше они все вроде идут разница еще смотрите здесь и здесь идут micro CD флешки то есть такие как в телефоне micro CD маленькие здесь идет CD то есть такая побольше как в фотоаппарате в этих мыльницах вставляется обычно у этих идет по 2 USB порта в этом 4 3 здесь и 4 с этой стороны дальше HDMI у всех одинаковый Ethernet тоже у всех одинаковый можно интернет подключать как и напрямую через кабель можно подключать через Wi-Fi то есть там переключается по 5 вольт напряжение то есть включаешь блок питания по 5 вольт у всех одинаковые они идут по 2 ампера на 5 вольт у всех они одинаковые HDMI кабеля тоже у всех одинаковые вот это только что пульты слегка отличаются у этих одинаковые в этом отличаются от другой что что еще по баллам примерно я точно не помню этот вообще набирает 35 35 тысяч баллов в Antutu этот примерно столько же может чуть меньше или это зависит от чего-то включенного или не включенного ну примерно столько же в общем а этот этот вообще поменьше 24 или что или 6 как-то так но ну соответственно здесь 1 гигабайт аккуратива если бы было 2 оно бы наверное чувствительнее чувствовалось бы гораздо больше так дальше дальше AV выход у всех одинаковый SPDF одинаковые тоже у всех просто этот закрытый идет в этих открытые здесь дырки отверстия для вентиляции здесь такая решетка для вентиляции здесь как бы такие идут по бокам она как бы выпукла стоит в основном на дне и по бокам уходит воздух горячий здесь тоже как примерно здесь похоже дальше ну две остальные глянцевые стороны у них идет красный светодиод стоит два светодиода красный и синий красный когда в выключенном состоянии подключенный к питанию но в выключенном состоянии и когда включен это синий загорается у всех одинаково кроме этого но это то же самое светодиод горит плюс еще у него есть LED-дисплей маленький здесь можно настроить время показывает время сколько часов и показывает Wi-Fi включенный или не включенный и показывает еще что-то показывает не помню ну там ампм точка это тоже показывает здесь большая такая может видно такая большая для светового для этого инфокрасного порта лампочка как бы здесь вроде чуть поменьше но этот более чувствительный здесь тоже в принципе хорошо регулируется пультом можно любую сторону наверное почти а здесь нужно целиться именно на TV-бок чтобы переключить так но цена соответственно примерно у этого от 20 до 25 долларов за штуку это в Китае у этого если версия 1.8 то тоже примерно 25 26 27 даже бывает если 2.8 то 32 35 долларов за штуку а если 2.16 то до 40 где-то доходит долларов за штуку и здесь точно так же как и здесь получается так цена одинаковая андроид у этих всех стоит у этих 5.1 в этом 6.0 андроид видеокарта Mali 450 у этих двоих идет в этих Mali 400 то есть там 600 вроде бы мегагерц еще не помню точно про карту я не так говорил ну то есть флешку можно максимум 16 гигабайт сюда вроде бы ставить это CD которая здесь максимум вроде 32 можно ставить поддерживает флешку маленькие эти флешки можно 32 гигабайт его поставить он будет видеть нормальные работы если здесь 32 не знаю может работать может нет вроде в характеристиках писалось что там 16 максимум поддерживает ну можно если что USB расширять как я говорил просто USB втыкать USB флешку или вообще винчестер в общем накопителей много сейчас наше время так чтобы это проблем думаю не составит что еще в принципе формат видео 4К он 4К воспроизводит здесь вроде бы он воспроизводит но он впритык как бы что интересно формат 4К воспроизводит например видео короткое включали работает без тормозов но если где-то что-то на открывать окна там несколько штук то будет уже притормаживать то есть здесь как как я говорил просто оперативный в памяти если было в 2 было вообще без проблем все нормально работало а так в принципе нет ну это как для кого если денег жалко на более дорогой можно брать и этот он в принципе справляется с обязанностями там для него он в принципе все поддерживает дальше как видеоформаты видео еще но они все поддерживают кодеки как здесь пишет но у всех их эти 64-битные идут структура процессора 64-битная а этот 32 здесь еще есть кодеки H265 но они в принципе везде пишутся что они поддерживают H265 H265 это типа современные эти видеокодеки где-то не пишет 4K Ultra HD но пишет на самом этом TV боксе 4K только пишет ладно это такое все поддерживают это единственное что еще вроде бы здесь не поддерживает звук AC3 то есть хотя точно я не пробовал но по крайней мере в характеристиках не указано что поддерживает звук AC3 здесь он поддерживается любой звук то есть можно ИТС ДТС включать и флаг не все эти поддерживают форматами без проблем флаг вот этот вроде тоже не поддерживает а не не поддерживает то есть все флаг поддерживают единственное что просто AC3 звук в этом нету поддержки дальше по 3D кто-то спрашивал поддерживает ли 3D я сказать точно не могу потому что ну 3D 3D такие форматы я насколько знаю они не поддерживаются вообще в таких моделях дешевых например для этого идет обычно отдельно Blurane там или плеер или еще что поддерживало полностью активный 3D не пассивные наверное не все будут показывать там включишь например видео и там горизонтальная две пары получается они все будут показывать но это зависит от очков если у тебя 3D активные очки значит оно должно что-то дать должно показывать нормально а если просто обычные очки там какие-нибудь там есть разные оно не будет показывать то есть они не будут увидеть лучше всего чтобы просто были очки активные есть телевизоры с активным 3D но это редкость вообще в основном они ну да заходишь в магазин там со всех моделей ну может модели две поддержат только 3D активная быть или вообще одна остальные просто могут просто показывать Full HD или Ultra HD как вот этот 4К все или Smart TV вот это по сути тоже есть Smart TV и телевизор если у вас просто Full HD или HD какой-нибудь телевизор то подключайте приставку и он сделается телевизор Smart Smart телевизор если у вас есть Smart телевизор то эти приставки по сути вам не нужны он у вас тоже уже подключается к Wi-Fi интернету и все там в принципе встроено просто там меню совсем другое это как кому нравится может непривычно привычно но там удобнее просто что там один пульт идет как бы и на Smart TV и на телевизор он то есть один идет а здесь получается нужно телевизором пользоваться отдельным пультом а здесь и TV-Box отдельным пультом вот это все разница ну и менюшка плюс разная но как говорю в этом в этой модели можно программировать то по сути и в этой тоже можно тут есть такая кнопка но я точно не знаю не пробовал как им программировать в этой в этой в этой просто оно удобнее там показывает как кнопочка то есть светодиодик горит когда нужно держать кнопку когда отпускать и когда уже подставлять то есть когда он активная уже кнопка когда неактивная здесь непонятно она вроде просто мигает и мигает а когда ну может я просто не умею надо научиться попробовать но по сути вот эти кнопки тоже должны регулироваться дальше ну вроде бы все что мог сказать дальше сейчас еще подключу их всех к телевизору покажу как они оболочка как у них выглядят что себя представляет как запускаются это вообще тоже интересно например мне самое больше нравится как этот запускается он вообще красиво как будто бы фильм начинается в начале со звуком с картинкой красивой вообще а эти более проще эти более проще еще есть такой TV-бокс X96 он тоже так вот красиво запускается не помню там вроде звука просто нет но тоже графика красиво вообще запускается он дороже идет вообще почему-то даже 1.8 версия она уже идет около 30 даже 32 долларов так в общем пошел я подключать подключу и покажу как они что себе представляют вот этот вообще классно смотрится но этот мне больше нравится не знаю они оба нравятся в этом просто менюшка то есть сам android мне как-то более приятный в этом как-то более проще 5.1 здесь 6.0 здесь он как-то более такой не знаю Full HD здесь как бы ждили или просто настройки мне так показалось что этот четче намного показывает но он темноватый слегка по-моему наверное там есть настройки регулируется все в общем пошел подключать ждите буду наверное по каждому из них отдельно включать потому что неудобно переключать эти кабеля и включать отдельно но сейчас в общем разберемся так продолжаем сравнение и обзор у нас как я показывал Т95 В88 4К и А195Х будем показывать как они выглядят изнутри то есть я пока показал характеристики как они выглядят внешне теперь будем показывать по одному как они включаются и работают начнем с Т95 сейчас я его подключил пока горит красный свет в выключенном состоянии включаем горит синий смотрим вот вот как видите загорается экран здесь есть дисплей здесь есть часы Wi-Fi он включился и есть будильник будильник то есть там есть таймер отложить отложение то есть можно настраивать чтобы он сам включался или сам выключался ТВ-бокс на какое время такая функция есть как видите время только что было 3 потом резко само перелутилось у нас сейчас правильное время 9.37 то есть оно само настраивается в настроеках это очень удобно единственное что я думал что он будет еще показывать время когда даже будет выключен состояние но он не показывает это плохо у меня есть и другое время чтобы смотреть ну хотя бы какое-то видно все равно так если хотите пользоваться ТВ-боксами рекомендую пульт очень неудобный такие пульты вообще там просто переключить например включить звук настроить вот такое там по быстрому меню где можно выйти это еще более-менее но когда там допустим какой-то сайт или там даже программки есть такого типа например даже XUA программка где у нас все весь контент есть и видео и все короче есть не очень удобно этим пультом пользоваться лучше покупайте отдельно еще дополнительно Wi-Fi мышку также самая простая мышка это вообще я покупал за доллар 73 вроде бы доллара вообще удобная допустим две батареечки включить выключить можно да и когда не пользуясь она сама плюс еще выключается в общем намного удобнее пользоваться мышкой это рекомендую так это у нас встроенный лаунчер он у нас только один в этом TV-box встроенный можно закачать например с Play Market или с 4pd вообще с интернетом можно любой другой лаунчер какой вам нравится оболочка это довольно неплохой стандартный лаунчер то есть что у нас есть у нас есть обычные вот эти менюшка что сюда вставлено что изначально есть вот этот видите клеен такой это чистка чистка она сейчас в этом плеере есть например в MXQ просто в обычном MXQ тоже есть у многих в основном плеерах эта штука есть то есть она что делает она очищает личную память то есть вы наоткрывали например здесь открывали кучу разных окон эта штука делает одним движением и очищает все окна закрывает это очень хорошо оно не удаляет оно просто закрывает все типа к нулю здесь оно все равно показывает но в общем все равно оно закрыто получается дальше ну здесь можно тоже кстати так же пользоваться как планшетом взял себе в сторону отодвинул и все лаунчеры сюда еще один поставил снова лаунчер не знаю так просто попробовал ставится нормально работает в общем любой другой лаунчер тоже можно поставить настройки то есть как выглядит меню настроек вот так в принципе в это Android 5.1 это дело привычки например как его использовать в принципе он более более менее удобно но если нравится более старым способом как в планшете например здесь есть такая функция тоже оно здесь как в планшете как в телефоне 2 ряда здесь как видите модель указана T95M 2 гигабайта это 2 гигабайтовая версия 5.1.1 версия Android антуту где-то у меня тут тоже стоял покажу сколько набирает баллов это я уже проверял вот 35 256 довольно неплохо вообще довольно неплохо если бы еще была 16 гигабайта версия 2.16 то было бы наверное еще больше так дальше что еще показать например экран настраивается вот например если у вас где-то там часы например не видны там или где-то вообще оно уехало или там обрезано выбираете эту функцию здесь можно Zoom Screen Zoom Out то есть Zoom увеличить экран расширить или уменьшить его то есть оно как картинка сейчас покажу увеличивается видите да на 90% это нормальное самое оно как раз все влезает на 90% самое нормально получается стоит но заставка скрин ретач всего много здесь автоматически стоит телевизор HD а не Full HD еще более старый вариант у кого Full HD тот увидит более красивую картинку а насчет 4K это вообще в основном это функция для маркетинга потому что у нас сейчас телевизоры 4K только вот выходят еще их не так много но есть в принципе и они очень дорогущие чтобы посмотреть нормально именно ощутить эту картинку видео оживленную прям в Ultra HD качестве так надо телевизор такого разрешения а если у вас телевизор как у меня 720 или 1080 то есть Full HD вы эта функция 4K вам вообще бесполезна даже если будете смотреть фильмы 4K хотя которых сейчас вообще фильмов таких нету есть только некоторые всякие видео кусочки и тому подобные отрывки для тестирования тому подобное то оно вам не поможет потому что телевизор все равно не восприведет всего качества которое должен восприятие так что если у вас телевизора такого нет покупайте смело обычно без 4K это вообще просто маркетинг функция так дальше язык языков здесь много то есть можете себе настроить здесь их штук 50 или много в общем я не считал на все страны мира наверное до больше чем 50 или 100 Bluetooth даже есть здесь есть Bluetooth реально есть Bluetooth подключить включить подключать что-нибудь через Bluetooth есть пульт типа ECO порт или чем включить коди коди здесь 16 1 вроде кодек но если даже не хватает сейчас уже вроде 17 коди вышел можно скачать поставить без проблем обновить версию коди коди у вас плеер такой встроенный он воспроизводит в основном абсолютно все все форматы которые допустим где-то что-то там не открылось он воспроизводит без проблем например покажу не например просто покажу видео включу Skype камера если подключить веб-камеру к нему скайпа можно без проблем общаться тоже кстати твой маркер скачать что-нибудь все можно то есть это полностью функционал планшета как вы можете привык для планшета то есть в телевизоре можно то же самое даже игре поставить и играть только мышкой как удобно IP телевизор если у кого нет телевизора например каналов здесь можно программку скачать с плеера например IP телевидения и там через него смотреть каналы зависит программ есть каналы которые много каналов всяких хороших хороших разных на нашем языке а есть которые нужно подключать через какие-то там дополнительные оплаты это вообще не нужно в общем я например не нуждаюсь в IP телевизоре мне хватает точнее даже я жена в основном смотрит сериалы он эту программу запускает включает или сын смотрит мультфильмы например сериалы зарубежные сериалы включим что у нас тут есть любое в общем включаем агенты счета британское 122 126 вот здесь можно смотреть облегченные версии или вырезанные и выбирать чем чем открывать без проблем показывает в хорошем качестве в общем все супер насколько поддерживает телевизор качество картинки настолько оно и будет показывать у вас видео любое ультра ждите не просто все зависит от телевизора разрешения и от качество видео файла которое вы включаете агент колсом не тормозит ничего не тупит интернет хватает например 2 гигабита не хватает для ютуба можно например как жена использует включить ютуб и смотреть видео рецепты например на кухне вообще удобно это старая версия ютуба это новая версия ютуба почему-то здесь старая выстроенная она какая-то не знаю лучше скачать ютуб и обновить ютуб через в общем что включить там при чем скидка делают в сегодняшнем видео я хотела бы провести интересный тест берем наш обновленный подгузник и контрастную жидкость здесь у меня 150 мл и будем неспеша наливать в серединку теперь мы засекаем 25 секунд 25 секунд прошло берем салфетки это реклама что мне очень понравилось это реально делается очень быстро и можно делать не очень аккуратно и это даже красиво не так здесь ну открою еще последнее так вот кстати здесь еще есть функция в настройках настройках мишка не так у меня на коврик для мишки чтобы нормально пользоваться в настройках спящий режим текст можно увеличить уменьшить в общем это все стандартное здесь настройка еще хотел сказать здесь есть так 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 чтобы он включался например можно выключить TV-бокс пульта просто он выключится сразу моментально и потом включать его он включится моментально тоже с того места где бы там например были или он с самого начала включается с этой заставки но еще покажем коде и все пока перейдем на другой TV-бокс видите здесь можно смотреть чего угодно видео видео у нас в принципе нету висбе флешку вставить будет все на этом файлы ничего не закачано файлы у нас нету это нужно закачать на файл это просто как плеер вообще полностью функциональный плеер там DVD-плеер или есть какие-то разные другие плееры закачиваешь на эту приставку фильмы там или что-нибудь что-то хочешь там смотреть и смотришь или флешки смотришь включаешь флешку и смотришь отсюда музыка в общем удобно в общем удобно фотографии смотреть очень удобно все пока мы перейдем на другой TV-box подключаем отключим подключается просто просто HDMI кабель к телевизору к TV-box хотя если у вас телевизор не поддерживает HDMI можно AV кабелем воспользоваться сюда например как в наушниках такой 3G-порт и он там разветлитель идет то три тюльпана в телевизор можно таким способом подключать старые телевизоры не обязательно нового образца включаем ладно включаем в очереди включаем этот TV-box красный светодиод загорается осенним когда включается он сильно яркий как для меня ночью светит этот светодиод в темноте сильно горит включение здесь обычные довольно долго получается тот который со ставкой то быстрее включается и не секундами больше получается сколько заставка пройдет сразу же включается после этого а здесь грузит 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 это включение но потом вроде нормально вот вот тоже его стандартное меню этого TV-box но здесь как видите разница здесь нету этой функции где показывал на прошлом TV-box когда можно нажать нажать и очистить предыдущее все там все что открывано было окна не чистятся а вот все что открывано все очищается отключу еще немножко чтобы было более удобно управлять включать можно в любой первый кстати порт здесь 4 USB порта первый из них идет ATG в основном везде первый идет ATG но они бывают еще отличаются цветами там типа есть белый и какой-то синий или еще какой-то там цвет слегка или желтый желтый вроде отличается цветом так у нас здесь более простая такая обычная оболочка ничего особенного нету вообще настройки как видите сразу переходят в такое положение нету такого как там было черное вот модель RK3 32 29 9 просто здесь X получается общая модель TV-боксов Android версия 5.1.1 но почему-то тоже Android такое же 5.1.1 но например предыдущий TV-бокси который мы смотрели это 95 там менюшка другая настроек хотя есть тоже такая менюшка но она там другая домашний экран кстати здесь встроенных 3 лаунчера идет именно встроенных 3 лаунчера они вроде даже не удаляются или не можно удалить можно удалить то через приложение здесь они вроде должны быть сотрудники работающие или все те которые все здесь вроде надо их удалять в общем в принципе все как понятно как в обычном планшете опять же ничего лишнего не буду говорить экран здесь фунти вроде как побольше яркость яркости правда есть хорошо можно регулировать размер шрифта усталка спящий режим в общем функции из которых даже не пользуясь а много есть connect tpk подключение к компьютеру есть даже такая функция через usb можно подключать к компьютеру дата и время настраивается как видите здесь ничего нет особого тоже тот же самый коди здесь версия вроде 16.0 идет ну тоже можно обновлять да какой-то новей версии это без проблем но вроде бы чем больше новая версия если будете ставить на этот tvbox она может тянуть вроде больше ну вообще потребляем больше потребляемая будет она будет тупить может слегка так что не знаю наверное более старая коди будет она шустрее работать чем новая наверное я точно может я что-то выдумаю но я вроде так себе представляю локал локал это у нас галерея и можно подключать например если вы подключаете usb или флешку здесь еще воспроизводит например здесь будет писать usb флеш или здесь там микро сиденье здесь кстати сиденье микро сиди флешка и переключать можно туда заходить там как файлы перебирать что хотите включать в общем все понятно тоже здесь как видите здесь есть супер су то есть рут рукированный он идет уже рут стройный youtube здесь нужно наверно здесь бы нужно было аккаунт ввести тогда будет без проблем нормально все это встроенный youtube лучше ставить или обновлять сразу же через тв плеймаркет новый youtube рекомендую потому что встроенный youtube обычно идет старые версии они немного тупят флешка даже немного конкретно фотографии в общем все что можно здесь рассказать не знаю что здесь можно рассказать про него такой вот кстати показать лаунчеры как они выглядят те два еще встроенных домашних камбур как видите это у нас медиабокс лаунчер самый обычный здесь у нас лаунчер такой вот уже больше как планшетный то есть тут можно да как на планшете больше похожий рабочий стол выкинуть здесь вроде одно окно но можно наверное устраивать да конвои виджеты есть настройка ладно дальше дальше последний такой лаунчер даже не помню что это за лаунчер вот это тоже как бы для медиабокса лаунчер такой продуманный в ряд очень даже удобный я не знаю им не пользовался мне больше получается не знаю просто в телефоне например поставил нового лаунчера он чувствует для меня более привычный вот как видите один раз нажимаешь оно крутится второй раз нажимаешь оно воспроизводить начинает здесь память андроида папки apps не надо есть ничего у нас нет вот в общем вот так не переключается то есть не передвигается окно но если напихать туда больше всего на рабочий стол оно само вроде бы автоматически добавляет еще новое окно то есть переходит на новое окно добавляется перебор в общем с этим разобрались вроде тоже интересно это как бюджетная модель самая дешевая одна из самых дешевых как вариант может вполне быть даже очень неплохо 4 USB порта кому это важно чтобы было побольше USB портов это вообще очень хороший вариант MXQ просто например там тоже 4 порта мне например не понравился вот этот например больше интересней и здесь процессор не M-Logic а с 805 здесь рокчип он мне больше нравится он больше шустрее работает лучше стабильнее не знаю ну по крайней мере это чувствуется если проверять сравнивать ими так ладно переключаемся еще на другой на 95X посмотрим что он себя поставляет немножко вылим отключимся отключимся пока сниму его вообще так удобный такой приятный даже на ощупь классный TV-box мне нравится внешний вид его маленький компактный приятный так где-то у нас подключение на вот сессии стороны как видите не входит не всегда подходит здесь подключать блок питания то есть зарядку сейчас так я даже видите как видите сам даже не знал что они отличаются например у этих зарядка например одинаковая подходит точнее не зарядка а этот блок питания в этом он отличается здесь он более тонкий ладно включаем выход то есть 2 ампера и 5 вольт одинаковые но просто что он тоньше штекер включение как видите такое более-менее простое не сильно приметное как например в первом так мышку подключить еще нужно видите здесь вообще отличается менюшка мне вообще нравится этот встроенный лаунчер например культон им здесь тоже удобно пользоваться как видите здесь у нас не просто вот это все здесь еще есть переключатели по бокам например это довольно удобно даже вот так вот культом управлять вообще удобно то есть все заточено под культ вообще хорошо но все равно вот менюшкой самого лаунчера удобно культом но если программками там или сайты то все равно мышка удобнее чем пульт дальше nextbox что вам здесь показать настройки как выглядит настройки вообще систем info nextbox а95x версия android 6 1 6 0 1 2 гигабайта и 8 встроенной памяти видите как оперативно и встроенная mac адрес ttpn realtech то есть здесь пишет сразу какой звуковой чип стоит rtl8723bs можно обновить кстати систему систему дата но вроде бы можно по воздуху обновлять или вставлять micro cd флешку с прошивкой например какой-то новой и как бы находить там и обновляется оно само тоже довольно неплохо удобно оверсеттинг не пользовался этими что это такое вот здесь настройки выглядят как и в первом похоже кстати здесь питание тоже можно чтоб выключался вот как я сейчас выбрал то есть он сейчас есть будет выключаться полноценно то есть будет как в планшете нажимаешь кнопку выключения оно потом на экране выкладывает экранчик типа выключить вы действительно хотите выключить и ты нажимаешь ок и оно выключается вот так же самое оно здесь получается а потом при выключении оно включается с самого начала заставки а если верхняя функция она выключается моментально и включается и включается сразу без заставки идет сразу в лаунчер то есть как вам удобно быстрое включение или медленное включение это кстати тоже функция неплохая видите 20 не очень удобно так версия android 6 0 1 модель netbox 1 105 x сборка прошивки такой все насчет лаунчеров я здесь не помню один лаунчер или больше вроде бы этот один встроенный в общем слегка отличается немножко например там была яркость например можно было настроить здесь не помню здесь что-то обычно раздается в камере так например youtube включить перед настройком лаунчер настройки в общем я с этим лаучером еще не разыгрался его только включал один раз на минутки 2 просто посмотреть это второй раз включил этот тиви бокс еще не знаю как он мне понравился просто оболочка вообще-то классно выглядит включал еще вот кстати 31 452 показала это на версии 2 и 8 на версии 2 и 16 будет вообще наверно даже больше чем в том так включу-ка я Вайфай. Наверное, здесь не включенный вайфай. Вайфай. Отключиться. Наверное, пароль 50. Ух ты, бить. Ух ты, бить. Вот, и теперь должно всё работать. Просто вайфай был не включен. Зато у нас здесь есть YouTube. Включить, я не знаю, что ещё включить можно. Ну, например. Спутск. Спутск. Да ладно. Что-то не так. Тебя выпустят на пару дней раньше. Новость ужасная, так что скажу прямо. Твоя жена искончалась сегодня. Качество супер. Но здесь чёрный цвет преобладает вообще. То есть он более здесь качественный. Как-то показывает в этой прошивке. Не знаю почему. Там он как-то засвичили. Может просто как-то так, как и сделали. Но здесь он более. Но здесь он как-то в темноте вообще супер смотреть. Классно получается. Ну, Борн. Уже привыкли к Борне. То есть он Борн русский центр. Я знаю, кто я. Когда мы закончим, ты уже не будешь прежним. Я вспомнил. Всё вспомнил. Помните знать. Ни одно и то же. Не знаю, что ещё вам показать. Разница видится сами. А, кстати, тоже насчёт этого. Здесь, в этом лаунчере, я тоже не увидел этой функции. Очистки. Как у большинства бюджетных TV-боксов есть. Здесь её тоже что-то не вижу. Где такая функция очистить. Типа всё. Здесь вообще как-то особенно сделанный лаунчер. Здесь даже нет этих, как в планшете. Ну, в принципе, наверное, можно скачать другой лаунчер. Поставить. Появится это. Где свернуть. Где назад. Весь эти кнопочки. Эти, которые в планшете. Айпи-Тиви. Айпи-Тиви. Айпи-Тиви не смотрю никогда. Нужно его настраивать ещё. Отдельно перед тем, как включать. Потому что так сразу не посмотришь. На Netflix классные фильмы есть. Нужно регистрироваться на нём. В хорошем качестве. И новинки типа сериалов. Вообще хорошо смотреть. Что это такое? Это обновление прошивки. Есть по воздуху. То есть через интернет. А есть как бы через флешку. Ну, кому какой нравится. Но лаунчер мне этот нравится. Мне вообще. Этот лаунчер, наверное, среди них всех. Всех. Больше всех. Понравился. Фильм онлайн Тиви. Что-то за программка. В общем, всё. Смотрите сами. Выбирайте сами. Я себе этот выбрал. Не знаю. Но мне этот больше понравился. Я думаю, если вы себе его оставить. Т95М. И мне нравится, как он включается. Вообще классно работает. Без проблем. Быстро, шустро. Я думаю, может потом как-то найду лучшую прошивку. Или обновлённую тоже с Android 6. Может тоже с таким лаунчером. И думаю, он будет тоже не хуже работать. А этот вообще мне просто компактно нравится. Супер просто выглядит. Вообще такой приятный. Не знаю. По внешности мне этот намного больше нравится. Всех этих. И лаунчер его нравится. Но всё равно выбирай этот. Этот бюджетный. Знаю, этот кому денег сэкономить. Кто-то хочет на 10 баксов. Или на сколько. Можешь покупать этот спокойно. Он довольно неплохой тоже. Им тоже можно смотреть как и фильмы. Как и интернет. В общем без проблем. Пользоваться как хотите. В общем всё. На этом пока закончу. И так уже растянул надолго. Лишнего. Потом буду обрезать вот чуть-чуть. Ладно. Всем пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.